У нас, знаете, нервничают обычно животные, потому что у них почти каждый раз первый. У нас традиции в передаче. Мы находим дом приютским котам или кошкам. Это кто? Кеша? А, Кеша. То есть вот мы и найдем Кеша хозяина или хозяйку, кого-нибудь из поклонников ваших. Не могу взять, но просто... Возьмите! Я просто не знаю, сколько она продержится. В театр возьмете, да? Мышей ладить? Нет, домой. Да, вы домой возьмете, правда? Я думаю. Вот это было бы здорово, да? Это просто такое счастье было бы. Нет, если кто-нибудь сказал, с кем она спит, то есть как она спит, и спит ли она вообще? Нет, не видно, что спит. Если она спать не даст... Смотрите, смотрите, животное в такой стрессовой ситуации, первый раз в эфире, и запах, и свет абсолютно как-то спокойно. Сейчас судьба решается, Кеша. Это ведь он, да? Это же мальчик? Кеша. Это мальчик. Только это прямо из усатого няня получается. Кстати, да. Кстати, да. Масло, наверное, на самом деле вот с этим, с усатым няня, это достает, да? Потому что, наверное, каждый раз, когда про Ханов, каждый раз вспоминают... Ну, это уже обычная история. Кавказская пленница или там Штирлиц, или усатые няни-то были... Я себе просто за рог дал не упоминать, потому что сами открыли эту дверь. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24». Самый мобилизующий момент, конечно, проекта «Правда-24» были не прямые эфиры. Было, наверное, процентов 70-80 из общего числа всех передач. А именно коты. Коты, которых мы пристраивали зрителям. Иногда, кстати, даже и гостям передачи. Их привозили из приюта почти в каждый выпуск. Мы несколько сот животных за время существования проекта отдали в добрые, надеюсь, руки. Но каждый раз, каждый выпуск, это было как пользоваться терминологией персонажа Маши Кожевниковой из сериала «Юнивер» полный пипец. Просто пипец. Это жесть, потому что животные в стрессе. Они линяют, шерсть летит в нос, суши, в кофе, набивается в рот. И все время надо контролировать животное. Мне приходилось там все время придерживать, поглаживать. Иногда они сбегали седоковую, я помню, ловила по всей студии кошечку. Стресс был достаточно жесткий для приютского животного. И я помню Майкун, который был на одном из выпусков с Виктиком, просто обоссался в студии. Во время диалога с Кириллом Серебренниковым кот навалил меня на джинсы. О чем режиссер не применул тут же в эфире сказать на вашу, типа, кошечка насрала. Как будто я этого не почувствовал. Ну, естественно, капитализация животного упала, и его так и не удалось перестроить. Не всех животных брали, кстати. Там вот новокатание взяли три раза подряд, и я его взял себе. С тех пор мы не достаемся с бастилией. Но песня совсем не о ней. О том, что присутствие животного и необходимость контроля, плюс прямой эфир, то есть жесткий отсчет хронологический, часто меня уносилку в какое-то не востровало, в какое-то состояние, что я не понимал, о чем говорит гость, задавал вопрос, и не попал. И, ну, хорошо, что были такие с чувством юмора и вообще чудесные персонажи, типа Леонида Ярвольника, которые это как-то обыгрывали. Но бывали всякие накладки. Но, как бы то ни было, я этот проект вспоминаю и скучаю. Хотя бы хоть какая-то польза была у нас журналистов. Животные находили хозяина.